Девушки отдыхают Секси-меном россиянка Раиса Скоркина называет премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Чем простая девушка из российской провинции покорила сердце итальянского премьер-министра? Не надо никакую хирургию пластическую, поверьте мне. Я ничего вообще не делала. Да, точно. Свои. Мои. Губки. Чуть-чуть. Капельку. Ну, только просто вот честно признаюсь, только вот чуть-чуть. Натурально, конечно же, все натурально, все красиво. Семь лет назад простая продавщица мороженого из Воронежа повстречала на своем пути главного сердцееда Италии, самого любвеобильного политика современности Сильвия Берлускони. Как говорит Раиса, отношения с Сильвией можно сравнить с порхающими бабочками внизу живота. А эти шикарные апартаменты в самом престижном пригороде Милана Сильвия Берлускони подарил Раисе в знак своей большой любви. Вот видите, как красиво здесь, да? Очень приятно находиться. Вот я только недавно купила вот этот, очень такой запах, запах такой балденный, да? В цветнике итальянского премьера Берлускони Раиса занимает главное место. Так как же простая воронежская девчонка стала дамой сердца первого лица Итальянской республики? Сегодня эксклюзив. Русская подруга Сильвия Берлускони расскажет в нашей студии все о своих отношениях с премьер-министром Италии. Как нужна ты мне, любимая моя? Русская любовь Сильвия Берлускони. Встречаем Раису Скоркину. Привет. Добрый вечер. Привет. Три. Каково это не сходить с первых страниц всех газет мира и видеть свои фотографии, когда папарацци окружают тебя? Вы знаете, я очень тоже волнуюсь, очень сильно. Для меня очень большая эмоция, потому что я простой человек, простая девушка. Я не считаю себя там, я не знаю, звездой, поймите. И, конечно же, для меня это очень... ситуация не очень-то легкая, признаюсь тебе, Андрей. Но я думаю, что прежде чем ехать в Москву, ты, наверное, все-таки спросила у Сильвии Берлускони разрешение. Да. Что он сказал? Да. Я всегда у него спрашиваю разрешение. Почему? Потому что он для меня воплощает фигуру отца, фигуру, знаете, кусочка моей семьи, которой мне не хватает именно в Италии. Я ему за это очень благодарна. Да, в воскресенье я с ним поговорила, он очень рад. Езжай, езжай, сказал. Он очень любит Россию, вы знаете сами, да. И дал мне разрешение. Но все-таки ждет твоего возвращения, я думаю. Ну да. Конечно. Итак, давай посмотрим. Наша съемочная группа побывала у тебя в гостях. Я думаю, что всем интересно посмотреть, как ты живешь. И сейчас Раиса покажет нам платье, в котором она познакомилась с Сильвией Берлускони. Внимание. Это платье, когда я с ним познакомилась, вы не представляете, что это за простое платье? И он мне даже сказал, даже на платье не посмотрел, а просто посмотрел на меня. Конечно, я его храню, вы что? Я была чернищая. Глаза вот такого цвета, вот. Вот такого цвета у меня были. Мужчина шикарный. Это вообще, это какой-то секси-мен просто, знаете, такой накачанный, да. Загорелый. Такой мужчина. Ой, там вообще. Подарил кольцо. Камень. Вот камень был такого цвета, говорит, это как твои глаза. Я вот не знаю, почему говорят, что он маленький. Ну, мне, вот я, например, сейчас вот так, он мне вот где-то вот так. Я 178. Но когда вы познакомились, ты знала, кто он? Нет. Мне не очень-то интересовала политика. Я знала, президент раньше был Чампи, да. Ну, премьер-министр, конечно же, я слышала Берлускони, но как-то лицо его мелькало. Не очень-то я его уже помнила, его лицо. Мой муж, тем более, он вообще с ума сходит по Берлускони. Он для него все просто. Как для многих итальянцев, слава богу. И что я хотела сказать, я потеряла. А что ты не знала, кто он? А где это все происходило? Значит, что я не знала, это происходило, я занималась, показывала мисс, мисс Биллионер. На Сардинии. На Сардинии. Клуб Биллионер, очень известный клуб. Я там, да, проработала, и потом пришла туда гостьей, потому что как-то подружилась со всеми. И меня пригласили, говорит, Рая, приходи. Я пришла со знакомым, со своим. И мы пришли, там был такой стол очень красивый. А он знал некоторых людей, которые там с ним вместе сидели за столиком. Подошли, поздоровались. Здравствуйте, здравствуйте. Я говорю, Рая, Сильвио. Как-то нормально. Просто это, вы понимаете, это очень нормальный человек. Если даже он занимает такое положение в жизни. Это просто, он сам даже себе говорит, я вот просто нормальный человек. Ну скажи, а вот все-таки для девушки это важно потом, когда тебе говорят, слушай, вообще, он дал тебе свой номер телефона. Это же вообще премьер-министр, самый богатый человек Италии, владелец сотни телекомпаний в стране. Андрюш, я этого не знала, понимаешь? Ну когда узнала, это добавляет куража девушке, что вау? Андрюш, честно, нет. Потому что если тебе человек понравился, вот он мне просто понравился, потом уже да, конечно, уже ты видишь, уже другая жизнь просто. Это уже нормально, тебе уже начинает это нравиться, Андрюш, это нормально, это как у всех, это ничего такого нет. Но когда тебе человек понравился просто сразу, и ты не знаешь, кто это за человек, это уже там уже другие отношения, Андрей просто, понимаешь, автоматически получаются. И повтори мне, пожалуйста, еще раз вопрос. Скажи, а у вас есть какое-то, как вы общаетесь? Есть какое-то кодовое слово или как вот? Я объясню ситуацию. Мы просто с ним уже, общаясь давно, в 2005 году, уже мой телефон под прослушкой был, да, и он мне сам сказал, если что-то там, какие-то слова мы с ним, мы не очень разговариваем долго по телефону, потому что уже понятно там, мы говорим какие-то слова, понимаем друг друга. Если у меня какая-то проблема, я вижу, что я сама не могу просто с ней справиться материально, морально. И он мне говорит, а дай мне звони, вот это слово, и все. Давай послушаем один звонок, который обошел все средства массовой информации Италии. Может быть, как раз это кодовое слово, и ты имеешь в виду внимание. Да, да. Любовь моя, чао-чао, у меня все хорошо, а у тебя? Нормально, полно всяких дел политических. Мне так надо с тобой поговорить, пожалуйста, у меня бензин заканчивается. Не понял тебя? У меня бензин заканчивается. Ах да, теперь понял, схожу за деньгами к Спинелли. Вот она. Бензин, это 95-й или 94-й? Для Феррари. А, для... Который нет. Да. Это он сам придумал мне. Говорит, вот будем так говорить. И все-таки это что значит бензин? Андрей, уже... Роза Сибитова. Вы догадались, что такое бензин? Конечно, знаем, что такое бензин-то. Догадались. Танечка Огородникова, а вы? Ну, я вообще догадалась, что такое папа. То есть у вас инцест, я так понимаю, раз вы видите. В вашем папе, как вы сказали, своего близкого и родного. А про мужа я хотела очень спросить. Муж существует? Нет, мы с ним уже развелись давно. Из-за этого? Я не буду отвечать, нет. Хорошо, не отвечайте. Вы знаете, во все времена у мужчин бывали любовницы, а у женщин бывали любовники. Но только в наши времена средств массовой информации копание в грязном белье звезд и лидеров достигло космических высот. Должен вам сказать, что ничего более пошлого в жизни своей я не слышал и не наблюдал. Я не понимаю, зачем сюда позвали меня. И я не нахожу возможным сидеть на продолжении этого позорища. Простите бога ради, но вы меня удивили. Понимаете? Михаил Иванович, мне казалось, что мы сегодня собрались поговорить о том, что честнее, чтобы Раиса рассказала нам здесь сегодня о том, что действительно одинокий политик имеет право на подругу из России, или когда русские олигархи устраивают оргии с 13-летними девочками, наряжая их в костюмы красных шапочек на рублевке, да? Брелускони для Италии. Это второй по сроку нахождения на посту премьер-министра человек после Бенита Муссолини. Бренд Берлускони сильнее бренда политика или бренда премьер-министра, потому что это владелец клуба Милан, это крупнейший владелец СМИ, это ролевая модель для молодых людей. И все-таки 2011 год, это год дружбы между Россией и Италией, и может быть как раз Рая посол, посол этой дружбы между нашими странами. Вы не замужняя женщина, как я поняла. Нет. А вот никак не могу добиться с начала программ. Хочу выяснить, он женат или не женатый? Нет, он уже развелся. Он уже развелся. А, то есть тоже свободный. Развелся, и, кстати, был интересный развод. Да, при разводе жена попросила у него в месяц около, если не ошибаюсь, миллиона долларов. Он помогает супруге, платит алименты? Да. Он помогает всем. Во-первых, понимаете, бензин, это, понимаете, это мое приватное слово. Я вам объясню. Если, например, взять эту девушку Руби, да, как получилось вот это все, да, за этой девушкой, это не значит, что должны всех девушек так же этикетку лепить, так же, как и эта девушка. Будьте осторожны, понятно? Раечка, а сколько вам лет? Мне 30. 30, да? А вы детей же хотите? Если хотите, то когда их хотите? Пока не хочу. А, значит, опять же ребенок. Роза, я согласен, что дети вас перебьют. Все-таки уход Михаила Велера с программы возвращает Раю в нашу действительность. Что Рая вернулась и думала, что вся страна будет радоваться, что наконец-то она смогла чего-то добиться. А сейчас она понимает, что вся страна завидует ей, понимаешь? Роза, я вам отвечу. Я человек очень позитивный, да, я не люблю ни ругаться, ничего. Я жила моей жизнью, я никого никогда не трогала, я никогда никого не обижала. И понимаете, вот мне больно, просто вот мне больно, что вот именно вот этот человек, понимаете, что который, вот почему не поговорим, что он открывает госпиталь в Панаме, да? Вот мне просто больно. Раечка, а каково жить со стариком, а? А вы что, а мы что-то с ним уносили? Да я считаю вообще, что мужчина, который, старый мужчина, который живет с молодой девушкой, его даже наказывать не надо. Роза, можно мне скажи? Уже в самом преступлении есть уже наказание в этом отношении. Я скажу одну вещь, а вы знаете, да, это что-то такое? Он никогда в жизни меня пальцем не тронул. Роза, скажи, пожалуйста, вот все-таки вот сейчас... Я сейчас начну быть злой, потому что его не надо трогать. Его нельзя-то говорить на него, понятно? Что он старый нельзя говорить? Нет, нет. Нельзя говорить, что он старый. А сколько ему лет вообще? Послушай, пожалуйста, скажи, ну откуда... Скажи, пожалуйста, не плачь. Пожалуйста, не плачь. Скажи, откуда появляются вот эти... Рая, Рая, Рая. Его не надо трогать, понятно? Я Ирина Судыкова. Успокойся. Вы не знаете его. Раиса, 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 Михаил ушел потому, что он позавидовал. Рая, Рая. Вы такая шикарная, красивая. Послушай, Иру Салтыкову. Ира Салтыкова под Ира. Рая. Ира. Рая. Я не позволю, я не позволю. Они вам такие слова. Рая, чувак, любите, все возрасты покорны. Рая, послушай, Иру. И не нравится вы человеком это повезли. Послушай, Иру, Ира тоже прошла. Ничего о нем не знаете, потому что стойте, сидите и молчите. Не загоните. Рая, мы за вас. Мы за вас. Вот. Мы за вас. Джон Уоррен за вас. Катя Лель за тебя. Ира за тебя. Этот человек мне дороже всего в жизни, понятно? Рая, я тоже не знаю, я и не зрагая моя. Я не позволю, что вы ничего не знаете, понятно? Раиса. Вы ничего не знаете об этом человеке. Раиса. Сколько он сделал хорошего. Вы слушаете, вы смотрите только чужое грязное белье. А что там у вас? А? Что у вас там? Вам стыдно это показать? Это правильно. Стыдно? Раиса. Раиса. А потом чужого хорошо. Постоянно. Раиса. 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 Размусоливать это все. А вы его знаете, вы с ним знакомы, да? Рай, так расскажите нам, пожалуйста. О нем рассказывать. Вы с ним знакомы. Он меня пальцем не тронул. Ну, а почему не понимает никто? Ну, я не знаю. Все думают, что он кого-то что-то за деньги трогает. Это единственный мужчина. Я работала в моде, и вы не представляете. Приходишь на кастинг. Ага. Ну да. Пойдем-ка. Не идешь, потому что я сказала, что я замужем. И меня не взяли, меня никуда не брали. Вы не знаете, сколько дверей закрывалось вот так. Потому что узнавали, что я замужем. Да? Единственный мужчина, это он, который мне помогает, который мне ангел-хранитель 8 лет, 8. Уже 9 год, который меня пальцем не тронул. Раиса. Я еще должна слушать, что его тут в грязь. Поэтому на вашем месте я бы ехала в Италию, и там жила бы припевающе. Я там живу, слава тебе, Господи. Вот и правильно. И нет совмещения. В этом ролике, который показали перед эфиром, может быть, мы ошибочно поняли, когда вы дважды или трижды сказали, он такой секси. И может быть, в этот момент вы ввели нас в заблуждение. Потому что когда девушка говорит, он такой секси, он такой мускулистый. Я же сказала, я к нему испытывала чувства вначале. Я же это сказала. Нет. Я испытывала к нему чувства, когда мы с ним познакомились, понимаете? Просто нетопонимания произошло. А потом эти чувства просто перешли. Я не хочу все рассказывать в моей жизни. Какое нетопонимание? Минуточку. Вы спите с ним или не спите? Слушайте, давайте сейчас... Это важно. Давайте разберемся, что такое пальцем не тронул. Вот, по-моему, это не ударил. Рай, расскажите нам, что такое пальцем не тронул. Нет, мы никуда не пойдем. Мы сейчас посмотрим, как общество по-разному реагирует. Посмотрите, как реагирует Роберто Кавали, который встретил Раю на улице. Внимание на экран. Давайте посмотрим. Случайно причем, да? Мы очень любим русские. Мы русские. Москва они любят. Комплименты. В أو, какой рост. Комплименты. 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 Я говорю спасибо. Спасибо. Я люблю русские. Очень люблю Россию. Особенно девушек русских Грация Вот просто идет по улице человек, да? Со своей девушкой Встречает Раю Это топ-модель, топ-модель была Радостная эмоция и прекрасно реагирует Почему мы такие злые здесь? Объясните мне, пожалуйста Не знаю, я вроде русская Не знаю Потому что все завидуют Мне кажется, Андрей, что все в этом зале Немножко удивлены Потому что когда я смотрю этот ролик У меня было уже в голове Какое-то там типичное, ладно, понятно Там какая-то колхозница из Иваново Приехала там в Милан Там что-то как-то там где-то вот То есть это действительно не так Раиса, я восхищен, реально Я считаю, что молодец, Силья Брискольна Потому что я бы сделал так же Я с позором не вижу Послушайте меня Я думаю, что просто непонимание Создается со стороны тех девушек Которые рассказывают про какие-то вечеринки Которые были у Берлускони Объясни мне Почему он, такой добрый человек Платится за свою доброту Когда приглашает этих девчонок к себе Вот я скажу, как раз расскажу вам про гарем Что они сказали гарем Нет никакого гарема Девушки, которые... У него телевидение, да? Значит, девчонки, которые там работают Понимаете, он делает вечеринки И там они приходят Ну нравится ему девушки Нравится ему находиться в обществе девушек И что? Это не значит, что что-то там такое плохое Давайте послушаем, что говорит Силья про женщин Внимание Мои поздравления Вы обе такие милашки Вам бы ко мне на вечеринку А может вы и меня пригласите? А что, тут тоже ничего Симпатяга Присоединяйся Миллионы женщин мечтают выйти за меня замуж И знаете почему? Ну, во-первых, я забавно Во-вторых, состоятельный Это не секрет В-третьих, ходят слухи, что я хорош в постели Но и в-четвертых, каждая из женщин думает примерно одно и то же Он старый, скоро умрет А я тогда все унаследую Это полный абсурд Подумать, что я мог заплатить за интимную связь с женщиной Такого никогда не было в моей жизни Я считаю это унизительным Да, я люблю быть среди молодых людей Мне нравится их слушать Мне нравится окружать себя молодежью Василий Берлуско не возмущен тем, что он говорит, что есть информация про то, что он платил деньги за интимную связь Зачем эти девушки-то распространяют эти новости, скажи? Андрей, я просто сейчас встану и думаю, мне это все надоело, понимаешь? Давай сейчас приглашу студию... Нет, ничего не надо вообще Твоя мама приехала на эфир Сейчас мама придет в эту студию Встречаем маму Надежду Владимировну Встречаем ее Надежда Владимировна, я думаю, что Раиса сейчас вернется Короткая реклама на канале Мы продолжим Не переключайте Русская любовь в фильме Берлустоне Сегодня в нашей студии Посмотрите, пусть говорят, спасибо, что не переключаете Мену маленький Сильвич Слава Богу, что есть Сильвио Ну, когда я с ним познакомилась Это вообще, это какой-то секси-мен просто, знаете, такой накачанный, да? Секси-меном россиянка Раиса Скоркина Называет премьер-министра Италии Сильвия Берлускони Как простая воронежская девчонка Стала дамой сердца первого лица Итальянской республики Чем покорила она его? Русская любовь Сильвия Берлускони Сегодня в нашей программе Мама Раисы Надежда Владимировна Сегодня в нашей студии Спасибо еще раз, что вы приехали Я хочу сказать, что любой человек Вот здесь сидит, да? Вот любой человек Что у него в жизни было? Ведь никто-никто об этом не говорит Раюшка набралась смелости И опустили, и все Ну разве так можно быть? У всех же есть дети Мама, вы должны гордиться своей дочерью Я горжусь Я горжусь Горжусь Сейчас, секунду, секунду, секунду Вас не слышно, да Мама, вы должны гордиться своей дочерью Вы воспитали чудную девочку Которая уехала в Италию Которая смогла добиться всего Несмотря на все эти дрязги Которые вокруг нее ведутся Она просто умница Гордитесь ей Любая девушка Любая Да хотел бы оказаться на ее месте Понимаете? И все гадости, которые здесь говорят Это только из зависти Это сплошная зависть Я знаю, что вы ездили в гости К Раисе в Милан Вы даже, я понимаю, что Тоже разговаривали или встречались С Берлускони И видели его Как вот ваше впечатление О нем, о человеке? Потому что сейчас он находится Действительно под прицелом Всех международных СМИ 18 судов в Италии Что вы скажете? Он очень хороший человек Не волнуюсь Очень хороший Он очень веселый Он очень позитивный Вот по сравнению с нашими мужчинами Это пусть не в обиду Это небо и земля Вы понимаете? Каплименты Совершенно все по-другому Давайте сейчас перенесемся В квартиру Края Она сделала небольшую экскурсию Внимание Вот он мой балкончик Смотрите, как он отличается от всех У меня три спальни Должны быть было три туалета Но я сделала из одного туалета Знаете, как шкаф, да? Вот для вещей Потому что у меня столько вещей У меня попугай Сильвию Я его уже сдала В отель, как говорится Клюв вот такой Может тебя цапнуть Какатуа Заходите, заходите Пойдемте Я не знаю Вот в лифту поедем Или я не знаю Пойдемте пешком Как спортивные люди, да? Чао Его зовут Джой Вот здесь гостиная Потихонечку сейчас отремонтировали все Надо чуть-чуть закончить еще Поменяли мебель Более такую классическую Пойдемте на кухню Это кухня Тут я готовлю Люблю готовить Здесь у меня живет рыбка Зовут Бобо, да? А зовут Бобо Почему? Потому что фа Бобо-Бобо-Бобо-Бобо Всегда ртом, да? Кушать, просит Постоянно хочет кушать Фа Бобо-Бобо-Бобо У меня кот Я его спасла Привезла из Воронежа Потому что он чуть не умер у нас Вот третья спальня Вот она у меня тут Одни гардеробные Один из кусочков Как говорится Моего гардероба Потому что тут их много Добро пожаловать Вот в мое царство цветочное Которое вот я сама так делаю Мне очень нравится Ухаживать за всем Вот я только недавно купила Вот это Очень такой запах Запах такой балденный, да? У меня есть малинка Но в том году было все усыпано В этом не знаю Посмотрим Вроде вот уже начинается Вот здесь у меня, значит, ладно Просто так для красоты поставила Свечечку зажигаю Чтобы такая атмосфера была Романтическая Сядешь вот здесь, да? Так спокойно Почитать книжку По родине поскучать Да, вот иногда, правда, сяду Вот, например, вечером Я дома подумаю О моих родителях Там, о моих знакомых Смотришь Тут вся в цветах сидишь И раздумываешь обо всем Я вам хочу сказать Что вы воспитали Очень добрую дочь Потому что мы пообщались до эфира Я хочу сказать, что доброта из нее Струится в каждой фразе Очень искренняя девчонка Вот расскажите про ту историю Что, не знаю, правда или нет Но Рая рассказывала Что она уезжала в желании Как-то помочь семье Потому что, да, вот во время перестройки Вы хорошо жили Потом так как-то все поменялось Да, да Просто в советское время Мы жили довольно-таки обеспеченная Семья была такая серьезная А потом получились вот 90-е годы Ну, мы начали торговать Ребенок родился у нас так второй Ваша сестра Да, младшая сестра И видно, вот Раёша Я не думала Я не чувствовала это Понимаете, если бы она мне сказала бы Она ведь так вот Видит, что действительно тяжело Папа работает Мама не работает Младшая сестра Бабушка Уже тоже, она уже не работала И поэтому она так вот решила Это потом она же нам сказала Что, мама, так и так Я посмотрела, говорит, что Ну, мне тяжело так смотреть на вас И что я могу вам помочь И она это сделала Давайте посмотрим, как Рая поддерживает форму Внимание Качаем все Ножки Качаем здесь Качаем здесь Все качаем Ничего не делала Нет Не надо никакую хирургию пластическую Поверьте мне Губки Чуть-чуть Капельку Только просто вот честно признаюсь Только вот чуть-чуть Диеты нет Вообще не соблюдаю Кушаю все Если меня пригласите К вам в гости, да У меня нет таких Вы знаете, бывает спрашивают Ра, вот какие у тебя потребности, да, например Я говорю, ребята Никаких потребностей нет Приглашайте, кушаю все С удовольствием Давайте сейчас пригласим в студию Дизайнер Донна Луна Дель Марко Если Раиса нашла свое счастье в Италии То Донна Луна Дель Марко Предпочитает солнечной Италии и Россию Встречаем Донну Луну Добрый вечер Как вы, как итальянка Которая следит за всеми этими новостями Относитесь к скандалу Который сейчас происходит вокруг премьер-министра Италии Ну, я могу сказать, что грустно, конечно Грустно Девушка очень искренняя Она в чем-то еще наивна И я знаю Италию, потому что я живу там с 15 лет И где-то, ну, страны очень разные Менталитет разный То есть то, что люди открыты Вы видите прекрасно, что Роберто Кавали Он может гулять по улицам Что может Сильвия То есть они доступны Они... Я ей верю Я вот думала, что я ей не верю Но я поняла, что я ей верю И она... Ей повезло Это... Я думаю, что любая женщина хотела, чтобы за ней ухаживал король Есть какие-то секреты, моменты Но это не важно Давайте послушаем, что говорит Раиса о Сильвии Внимание Другие люди, если они завидуют Пусть они смотрят за собой лучше Конечно, в чужом лучше ковыряться Но белье Сильвии и мое Оно суперчистое, между прочим Пусть ковыряются Потому что там все равно ничего не найдут Вот мы в воскресенье сидели Он говорит, блин, я простой человек Простой человек Столько бабла кидаю на адвокатов Вот чтобы меня защитить ни за что Выигрываю вот это Это сколько всего уходит Никто ему не дарит деньги Он работает Он просыпается в 7.15 утра Работает, да Двух тридцати до трех ночи Который мог бы не работать и ничего не делать Какой-то человек Он работает, потому что он любит свою страну Сон уни итальяно Уни итальяно веро Итальяно веро Итальяно настоящее Ну вот как кажется вам, кому выгоден этот скандал в Берлусконе? Наверняка же это все-таки политические игры И вся эта информация про вечеринки, про бунга-бунга Я думаю так Если человека не в чем больше упрекнуть То нужно найти повод для того, чтобы найти И если он красив, ну не молод, ну умен Имеет позиционный какой-то в Италии Я уже сказала слово царь То наверное больше нет к чем его упрекнуть И поэтому его упрекают в том, что он любит красивое Что ему нравятся женщины Что ему нравится красивая жизнь И это единственный, скажем, момент В котором вам можно упрекнуть Игорь Сергеевич, а вы считаете Политик такого уровня может быть сексоголиком Каким его хотят представить сегодня? А это смотря где Я думаю, что в Италии Он настоящее Для большинства населения Показывают социологические исследования Он кумир И настоящий мачо И, кстати говоря, я думаю, что эти скандалы Только упрачивают позицию Берлускони На политическом небосклоне Кать, вот ты бы голосовала за какого политика? Если бы ты знала, что он такой вот Свободный, одинокий, красавец, богатый Устраивает вечеринки Ты бы симпатизировала такому политику? Ну если он настоящий человек Достойный человек И всегда самое слабое место у настоящего мужчины Это женщина И всегда можно найти и причину И конфликт, конечно Это самое сильное место Он свободен, Берлускони свободен Если он свободен, почему он не имеет права? А кто знает, быть может, он симпатизирует Рае И кто знает, что будет завтра? Ведь может и образоваться семья И завтра мы все по-другому будем на это смотреть А вот хороший момент, Таня Действительно, завтра Рае становится первой леди Италии И мы все сразу начали говорить Какая Рая искренняя, какая она красивая Я не против Раи, я не против Берлускони Естественно, я хорошо отношусь к людям, которые друг друга любят Даже пускай он один любит 100 человек На 150 лет моложе себя Я против того, что люди, которые находятся некоторое время у власти Предъявляют себя народу, который избирает их как людей достойных И как людей обремененных неким кодексом чести Я против того, что они демонстрируют своим избирателям, своему электорату Примеры негативного поведения Я вообще не знаю мужчин, которые не изменяют Это вот просто на моей руке уместится на одной Но это не значит, что они должны это демонстрировать Когда они находятся Послушайте, они это не демонстрируют Хорошо, тогда почему политикам можно Политикам нельзя, а всем остальным можно Мне кажется, что, я подчеркиваю еще одну мысль Не всем политикам можно Как в том анекдоте Нам нужно уметь летать, чтобы так выпендриваться Сильвия Берлускони родил одного ребенка в 84-м В 86-м и в 88-м году от женщины, с которой он не был женат И женился на ней в 90-м году Он не был премьер-министром Это такой тип личности Он так утверждал себя, как миллиардер Как богатый, импозантный буржуй Но мы забываем самое важное Ведь у нас сидит девушка Пускай она все-таки россиянка 30 лет, извините, это уже дофига Ни детей, никого нет И сколько еще это будет продолжаться Вам не жалко собственную дочь? Слушайте, 30 лет, вы уже ставите прямо штамп Послушайте, какой мужчина вообще захочет У вас в Италии, скажите, вы итальянский журналист Знакомый с Берлускони, пишите книгу 30 лет для девушки, это возраст или нет? Какой месяц, не понимаю Это хорошо Хорошо В Европе рождение детей начинается после 30 лет Это правильно Мы привыкли всех осуждать Но когда же мы взглянем на себя со стороны И себя лучше осудите Зачем вы судите ее? Что такое 30 лет? Да это вообще ничего Послушайте, а про детей вы думаете на самом деле или нет? В 40 лет рожать и ребенок, извините, с каким здоровьем может вообще полнороза? Вы только про себя взяли экология в Италии Экология отличная Послушайте, в Италии все журналисты Да, пожалуйста Вот говорят, ищите шершеляфам, ищите женщину Да, это французы говорят шершеляфам Я не согласен с вами Какого мусульния потом он был русской? В истории Италии это так И не так, потому что были русские женщины Раиса, это жалко, что она убежала Что это значит? Как или так? Мы не поняли, что это значит Изменили историю Италии Русские женщины изменили историю Италии? Историю Италии, вот так Юлия Щук, как это важно? Вы считали Гампши, да? Это плохо или хорошо? Она была его секретарем Кто, кто, кто? Какую историю она рассказывает? Я подскажу История, дело в том, что Женой лидера итальянских коммунистов Грампши была русская девушка Которая разделила Была, его ждала Когда он был арестован и умер в тюрьме Это был подвиг любви Подвиг политической солидарности Это была действительно фантастическая история Которая может быть описана не меньше, чем Петра Крилаура Вы знаете, мне сейчас подсказывают, что Раиса готова вернуться в эту студию Давайте встретим ее Пожалуйста Раиса! 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 Сейчас короткая реклама Сразу после этого мы вернемся вместе с Раисой Не переключайте Вы смотрите, пусть говорят, 4 минуты Зал скандирует и просит россиянку Раису Скоркину вернуться в эту студию Я думаю, сейчас это произойдет АПЛОДИСМЕНТЫ Садись, она рядом АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ У меня самое лучшее Ну не так? Все, перестань Рай, ты летела сюда и хотела, чтобы тебя услышали Пожалуйста Соберись Рай, Рай, вы не волнуйтесь Рай, тебя никто не обидит Ты сама рассказывала мне, что, да? И мы договорились с тобой, что ты больше сегодняшнего дня Может, это будет банально, но я не говорю неправды, понимаете? Вы понимаете, мой ребенок, она родилась, ну, солнечный ребенок Она у нас всегда улыбалась Она у нас всегда всем помогала Она сейчас всем помогает Ну, всем И подружкам, и старушкам Вы хотели, как это не смешно это слышать И вот кто вот так говорит, они сами недостойные люди Понимаете, я не хочу говорить, кто это Рай, вы не получите Она недостойна даже говорить про мою дочь Зачем плакать, зачем волноваться Просто, понимаете, я хочу сказать, что Кому какая разница, спит, не спит, господи В конце концов, есть человек, который бескорыстно, как мы слышим из устра И дружит, умеет дружить, умеет общаться И это прекрасно, может помогать бескорыстно В наше время это большая удача Но ей нельзя быть такой нервной Потому что, мне кажется, реакция показывает Нет, Рай просто не привыкла к тем отношениям Которые у нас в России Давайте пригласим Катю сейчас Мне кажется, что Рай будет легче, если здесь появится ее младшая сестра Катя Которая всегда поддерживает ее во всем Встречаем АПЛОДИСМЕНТЫ Вы посмотрите, какие у меня красавицы дочки, да? Это не каждая женщина может родить таких детей, правда? Какой у нас генофонд с мужем хороший И какие они детей будут родят И какие будут у меня внуки И это будет все в скором времени Катя, сколько лет тебе, расскажи? Мне 20 лет Ты уже где-то учишься? Да, я отучилась в колледже И сейчас буду поступать в этом году в университет Кем хочешь стать? Ну, пока еще не выбрала Мне нравится переводчик Переводчиком То есть итальянский? Да Понятно Но вы очень внешне похожи с сестренкой А внутренние качества у вас тоже одинаковые? Мы очень похожи во всем И с детства, когда я родилась Родители часто уезжали в командировки И она буквально меня вырастила Она самая лучшая сестра на свете, правда Не надо ее злить Зачем вот Роза, я вот не понимаю Зачем просто такие слова Такой человек светлый Что значит злить? Я никого не злю Я высказываю свою точку зрения Имею право, в конце концов И если я вам не нравлюсь Не золотой рублька Можно было и не приходить тогда Я высказала только свою точку зрения Девочки, мне жалко вас, понимаете? Очень жалко Молодые, красивые Вам мужа надо хорошего И детишек рожать от него Они, извините Я ничего не имею против этого мужчины Ничего не имею против Я вообще вне политики, в конце концов Просто от таких не рожают Объясните, пожалуйста, почему вам жаль моих детей Подожди Объясните, почему Как почему? Потому что 30 на нас уже На моем рынке Она вообще в третьем ряду стоит уже Слушайте, я думала, что вы умные И не собирается еще даже это делать А потом, о чем говорим Я никак не могу понять Роза Забитова О каком рынке вы говорите? О брачном рынке Я первая зваха страны Вы знаете, во мне, Андрей Можно? Но мы на это поют одинаково Думают для брезняшки Это я сейчас просто так Андрей, вы знаете Я бы поняла Если молодая, красивая девушка Меня все равно не переорете Роза, мы вас очень хорошо слушаем В ваших передачах Давай пожениться Хватит Дайте нам сказать Во мне течет итальянская кровь И поэтому мне очень дорога Италия Вы знаете Сильвио Берлускони Как политик, может быть, слабинку допустил Но у итальянцев Вы понимаете Очень часто Чувства большие, огромные Они затмевают разум И если большая настоящая дружба Были чувства И они переросли в большую настоящую дружбу Это ведь здорово И никто не скажет того Что у меня в кармашке Здесь, в сердце А у меня были Я была девчонкой сопливой И познакомилась с Марком Григорьевичем Фрадкиным Не воронеж это в боку Какое это имеет значение И вот я хочу сказать Вот эти большие чувства Они переросли в настоящую Крепкую дружбу И сейчас у меня есть друг молодой Это небольшая любовь Как женщины к мужчине Я назову его имя И ничего в этом плохого нет Это Прохор Шаляпин Вы знаете Девять лет мы с ним дружим Благодаря мне он окончил Гнесинку Благодаря мне он становится Интересной, большой и настоящей личностью И когда мы говорим о министрах культуры Если он будет министром культуры Он будет им Потому что он как паровоз Тащит за собой локомотив Не надо Залезать в грязное белье Не заглядывая в свое Специально для Розы Почему Рая любит итальянских мужчин Внимание Хороший мужчина Итальянский Конечно я их сравнить с русскими Не могу Потому что с русскими Ничего не имела общего Ну Как мужчины конечно же Очень такие Нежные Ласковые Кавалеры Не все конечно же Но большинство здесь Да Очень такие уважительные люди Ну давайте послушаем Как Как поет Сильвия Берлускони Тем более что он начинал И пел в ресторанах Внимание Сильвия Берлускони Сильвия Берлускони А вы вместе пели дуэтом? Андрюш он пишет песни Ты забыл сказать Он пишет романтические песни Ночью иногда Когда у него там Может быть есть 10 минут Хотя это очень редко Они сядут сапечелла Это печелла Он его нашел Знаете где Давным-давно Он приехал в Няполь И этот ресторан Такой какой-то Старинный Красивый И видит этот Мужчина Простой Он вообще У него Не было ни капли денег С гитаркой Ну-ка пойди Говорит сюда Он подходит Вот этот который с гитарой Подходит Ну-ка спой-ка мне Вот ту песню Наполитанскую Там я не знаю Он сказал 30-х годов Хуба начинает петь Он удивился Ну-ка говорит Поехали ко мне Не будешь Вместе будем И он его взял с собой Это печелла Он очень знаменитый у нас Стал музыкант Давайте сейчас Делаем еще одну Короткую рекламу А далее в нашей программе На ваших глазах Раиса Скоркина Будет звонить Сильве Берлускони Не прекратите В эфире пусть говорят Маленький Сильвич Слава богу Что есть Сильвио Ну когда я с ним Познакомилась Это вообще Это какой-то Секси-мен Просто знаете Такой Накаченный Секси-меном Россиянка Раиса Скоркина Называет Премьер-министра Италии Сильвию Берлускони Чем простая девушка Из российской провинции Покорила сердце Итальянского Премьер-министра Во время рекламы К нам присоединился Политолог Депутат Госдумы Российский Публицист Сергей Марков Добрый вечер Сергей Марков Вы слышали Начало нашего разговора Вы как человек Который может Дать совет Опять же Всем депутатам В преддверии Выборов В этом году Как поступать Скрывать Свою личную жизнь Не скрывать Эпатаж навести Делать вечеринки Может быть Это работает На электорат Вы знаете Ну политики Они Особенно такие сильные Мощные политики Они всю свою жизнь Посвящают Этой политике Вот Раис Сказала Что Северия Берлускони Ложиться спать Два-три часа ночи В 7 Там 7.30 Уже на ногах Опять работать Ему 75 лет Он всего себя дает Для него Жизнь Вот в этой системе власти Это все Это и есть настоящая жизнь Все остальное Посвящено этому Поэтому Какими избиратели Хотят видеть Берлускони Таким он и будет Вот они захотят Чтобы он был Примерный семьянин Будут голосовать За примерного семьянина Он будет Примерным семьянином Но они Хотят его видеть Таким Они Вы знаете Итальянский стиль жизни Достаточно известно Хорошая еда Хорошее вино Обязательно поспать Любовь Амур И он полностью Соответствует Этому стандарту У Берлускони Одна из главных Его проблем Это возраст И чтобы люди Не обсуждали Что он старый Он делает так Чтобы они обсуждают Его многочисленных Молодых Молодых женщин Это очень грамотный 75 То есть Рая Действительно Искренне Говорит о том Что у них дружба И он Окружив себя Дружбой С молодыми Девчонками И молодым Окружением Создает ощущение Что он Такой Прохоров Куршавеля Абсолютно точно Абсолютно точно Он я думаю Специально Даже не только он Я лично думаю Что не только он Принимает решение Ну не по Раю У него Наверное какие-то Человеческие отношения Хорошие Но в принципе Я думаю Сидит он С его советниками И говорят ему Синьор Берлускони Значит Надо вот здесь Скорректировать Что-то Маловато Слухов Про ваше Любовное похождение СМИ Надо добавить Немножко Огоньку туда Я думаю Так происходит Я вам еще одну вещь Должна объяснить Что почему Никто не понимает В мире Что почему Именно на него Все накидываются Судьи Да я вам объясню Эту ситуацию Он же был 30 лет бизнесмен Андрей Первый бизнесмен Италии И я думаю Европы Правильно Они уже его Начали ненавидеть Он для них Это мозоль Они его хотят Ну ненавидят Вот его Ненавидят Хотят любым способом Чтобы он был Или в тюрьме Или там Я не знаю Короче Расправиться с ним Любым способом У него Когда знаете Коммунисты орут ему Давайте судите Его судите Знаете Когда он выходит Судите А он смеет Закреп Ребята Сколько уж я был судим Это в гимнус Надо просто Внести Андрей Ты знаешь Ну сейчас Девятнадцать Девятнадцать дел В рассмотрении Это нормально Разве в Италии В принципе Нормально В Италии Судьи посадили Мафию Которая там Была почти у власти Каждый премьер-министр Был под контролем Мафиози Я бы честно говоря Вот в этом споре Поддержал судей Андрюш Самое интересное Рая так увлекательно Рассказывает Мне нравится политика Я очень увлекалась политикой Рая так увлекательно Рассказывает Такое ощущение Что она всю жизнь Прошла с этим удивительным Мужчиной рядом И вы так сопереживаете Что как будто Вы родственные души Удивительно просто Это так Так и есть Так можно тебе В политику идти уже Уже делать карьеру Андрей У меня есть Андрей Андрей Если подволить Ремарку Не значит Если ты блондинка Значит все там Ты ничего не имеешь здесь Давайте правда Блондинки все скажем Если ты блондинка И красавица Это не значит Что ты глупая Это значит Что Раису В депутаты Итальянского парламента Давайте посмотрим Фрагмент программы Мульт личности Внимание на экран Вечера я поехал На белу на нацию Там были модели Остюли БО-Ваши Ай-яй-яй-яяяяяяяяяяяяяяяяяяя będę Гошу с водею на днях отдыхать я, А с dinner поехали мама и батя. Вчера перед сном заглянул под кровать, Остав Cost Вчера заглянул под капот лимузина, Там тоже модели от стимии кузина. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Подного я к моделям поехал в Балерто. Я больше туда не поеду, наверное. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Раиса, а как усилили с чувством юмора? Все отлично. Если бы у него не было чувства юмора, мне кажется, этот человек просто не выдержал бы. Давай посмотрим на кадры, которые тоже обошли весь мир. Мне кажется, что это действительно делает человек с хорошим чувством юмора. Внимание. Ты видела это? А мы это не видели. Нет. Не видели. Это он молодой здесь, да? Нет, нет, сейчас он. Да, в Ютьюбе я видела. Вот видишь? Понимаешь, это такой политик. Вот все политики угрюмые, а он прикалывается вовсю. Это вы не представляете, правда. Это такой добрый человек. Анекдоты он какие рассказывает, Андрей? Вы знаете, ну расскажи какой-нибудь один анекдот от Сильвы. Ну тут мне приходится, надо шевелиться. Ну тут что-то я, по-моему, платье коротковатое сегодня одела. Значит, познакомились девушка и мальчик по интернету. Машенька и Андрюшенька. И столько уже переписывались в интернете, что им надоело. Давай, говорит, увидимся. Конечно, конечно, Андрюшенька, конечно. А Машенька знала, что Андрюшеньке нравятся женщины с формами. А у Машеньки там тю-тю. Ну что Машенька делает? Приходит к знакомому, говорит, ты знаешь, вот ничего, у меня есть такая аппаратура. Увидишь Андрюшку, делаю так. И они, короче, да, вырастут. Отлично, поставил аппаратуру, закрылась, пошла. Андрюша! Маша! Маша! Еще один гость из Италии, Маурица Марландо, ведущий телевизионных каналов. Он сегодня приехал в Москву. Давайте дадим ему слово. Вы работали как раз на одном из каналов, который принадлежал премьер-министру. Как вы оцениваете вот все то, что происходит сегодня в средствах массовой информации, вся эта шумиха вокруг премьер-министра и его русской подруги? Во-первых, хочу поздравить Раису, потому что она очень красивая. Красивая 30-летняя женщина. И я против множества тех итальянских передач, где говорят, что 30-летние русские девушки, они уже старые. Это победа русских женщин. Так вот, Берлускони... Он тоже имеет право на свою частную личную жизнь. Так что, да, здравствует любовь! Можно задать вопрос Маурицу? Давайте посмотрим момент, когда наша съемочная группа была вместе с Раей, и Рая пыталась позвонить по мобильному телефону и связаться с Сильвией. Пронто? Пронто, бонжорно. Президенте, аказа? Чем ты говоришь? Соно Раиса. Света, я отправлю на помериджо в Рома. А, домани помериджо в Рома. Нел помериджо, в questo помериджо в Рома. А, в questo помериджо. Окей, градцей милле. Продолжение. Бонжорно. Сегодня перезвоните в обед в Риме. Очень занят сейчас. Рай, я хочу пожелать тебе оставаться такой же красивой, и чтобы абонент, которому ты звонишь, всегда отвечал на твои звонки. И чтобы всегда был бензин. Спасибо тебе огромное. Ты очень мужественная, хорошая подруга. Береги тебя и своих блесков. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ